В жизни мы все частенько сталкиваемся с забавным эффектом завышенных или наоборот заниженных ожиданий. Когда мы увидели Чита Ордей, новую дрипку от компании ОБС, то были не слишком сильно впечатлены ее подачей. Но как оказалось, за скучной маской из нержавеющей стали скрывался шикарный атомайзер. ОБС Чита поставляется в очень простой маленькой коробке. Тем не менее, сам комплект поставки не шикарный, но все равно достаточно неплохой. Внутри упаковки, помимо самого атомайзера, вы найдете адаптер под обычный дриптип, пакетик с хлопком, отвертку, а также запасные оринги и винты. Их далеко не убирайте, они вам понадобятся. Чита в переводе с английского означает гепард. И честно говоря, герой нашего обзора совсем не похож на это грозное и грациозное дикое животное. ОБС сделали что-то наподобие перевернутый цунами, который выглядит как простое ведро. Стоп-стоп-стоп, почему перевернутый? Сейчас объясним, но перед этим пройдемся по скучным мелочам. Пин-коннектора выступает. Дриптоп выполнен из Делрина, имеет коническую форму и не греется. Диаметр 22 мм. База – фелосити-стайл стойки. Вот тут-то мы и подошли к самой мякотке ОБС-чита. Это обдув. И по нему этот атомайзер вполне можно сравнить с самым быстрым животным на планете. Рецепт решения, который придумали ОБС, прост. Берем цунами, переносим нижний обдув наверх и увеличиваем количество отверстий до четырех, чтобы это чем-то было похоже на Саб-Зиро РДА. Так, не пугайтесь, подача воздуха здесь не просто верхняя, а верхняя-боковая. Главная деталь Чита, делающая его отличным атомайзером, раскрывается при снятии топ-кэпа. Обдув реализован следующим образом. Воздух забирается через внешние отверстия, попадает в небольшую камеру, откуда распределяется на ваши спирали сквозь небольшие верхние и уже более широкие боковые слоты. Результат всего этого инженерного безобразия очень радует. Чита выдает крайне сбалансированный и мягкий пар. Вкус с ОБС тоже не забыли завести, мы бы поставили его, ну может, на одну ступеньку пониже, чем Петри В2. При этом атомайзер с легкостью переваривает на полностью открытом обдуве мощности вплоть до 130 Вт, хотя для размеренного парения на 80-90 Вт мы рекомендуем его закрывать хотя бы наполовину. Ну и, конечно же, из-за такой конструкции дрипки исключены вообще какие-либо протечки. Еще одна маленькая, но важная деталь. На базе есть две насечки, которые фиксируются в пазах во внутренней части корпуса. Таким образом, ОБС застрелили сразу двух зайцев. Убрали проблему с откручиванием дрипки с бокс-модов и необходимость всякий раз настраивать положение юбки, чтобы спирали обдувались с нужных сторон. К сожалению, ОБС Чита очень достойная, но все-таки не идеальная дрипка диаметром 22 мм. Во всяком случае, мы ее такой назвать не можем. Качество обработки большинства материалов феноменальное, как и подгонка всех деталей, кроме адаптера под 510-й дриптип. ОБС, похоже, решили, что если вы его ставите, то больше не снимете. Он безумно плотно сидит в топкэпе на двух орингах, и вытащить его можно только отверткой. Кстати, об орингах. Один из тех, что находится в базе, успешно лопнул сам по себе спустя полторы недели использования, а винты в стойках начали стираться после третьей перемотки. Собственно, на этом минусы и заканчиваются. ОБС Чита — это вкусовой, удобный и интересный с точки зрения конструкции атомайзер. Мы рекомендуем его к приобретению вообще всем. Средняя стоимость даже не достигает 20 долларов. Да, гепард выглядит очень скучно, но такая низкая цена вкупе со вкусом, умеренной облачностью и отсутствием протечек перекрывает все три небольших минуса, которые мы нашли за все время эксплуатации, включая невразительный внешний вид. Мы благодарим Вейп Тайгер за предоставленные устройства. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях.